Приветствую вас, Кристина. Хотелось бы сначала спросить, вот вы задаете вопрос, что делать? Да, не знаю, что делать. А, значит, ну, что делать, чтобы, чтобы что? То есть, совершенно очевидно, на мой взгляд, здесь, что ситуации, при которой, вот, как бы, ну, все довольны, да, вот, ситуации, при которой все довольны, вы всем угодили, вот, ну, такой ситуации не будет. Вот. То есть, это, на мой взгляд, очевидно, что вы не сможете угодить и молодому человеку, и своим родителям. Вот. А, с точки зрения психологии, вы находитесь в очень сильной позиции жертвы, вот, с точки зрения психологии, вы находитесь в этой самой позиции жертвы, вот, если не хотите, не хотите, значит, принимать решение, не хотите брать, опять же, на себя ответственность за, вот, решение, решение свое, вот. И, на мой взгляд, ну, надеетесь, что кто-то это решение, собственно, примет за вас. На самом деле, никто это решение за вас принять не может, вот, потому что это ваша жизнь, и только вам решать, как ее жить. Но, для начала нужно выйти из состояния жертвы. То есть, вверх на земле ответственность, полностью ответственность на себя, вверх за то, что происходит, и за свои желания. Вот. 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 Это, вот, наверное, самое главное, что вам нужно, что вам нужно сделать сейчас. Значит, второе, 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 что хочется сказать, это то, что с точки зрения психологии мне не совсем понятна вот эта вот привязка к родителям, да. То есть, как бы, почему вы не хотите бросать родителей, почему вы не должны бросать родителей, почему устройство вашего счастья есть предательство родителей. То есть, вот это для меня загадка. Это для меня загадка. Разве родители не хотят, чтобы у вас было счастье, чтобы вы были счастливы? Разве родители не хотят, чтобы у вас, например, все было хорошо, чтобы вы были счастливы? Вот. Если они этого хотят, то для меня непонятно, почему вы беспокоитесь о том, о том, что вы можете там их, ну, бросить и так далее. То есть, вы их не бросаете, в том случае, если вы устраиваете родители, не бросаете, вы просто становитесь взрослым и начинаете жить своей жизнью. Вот. Или как это происходит, что вы же считаете, что должны быть привязаны к родителям? Или как? Как? С чем вы, чем вы руководствуете здесь? Вот. Понимаете? То есть, это и есть, это и есть жертвенная позиция, когда не туда и не сюда, да? Когда я хочу этого, да? Вот хочу, например, быть молодым человеком, да? Ну, не хочу или не могу ничего для этого сделать. То есть, что-то сделать для своего счастья я не могу. Вот. Это, на самом деле, абсолютно не позиция взрослого, это, еще раз повторяю, позиция человека жертвенного. Ну, и позиция человека, который, ну, не совсем, не совсем зрелый, да? Вот, как, ну, именно, как, как личность, да? Вот, не совсем зрелый. И, опять же, я вас не обвиняю в этом, да? То есть, я не хочу вас обвинять. Но, я просто говорю о том, что вы, по сути, безвыходную ситуацию для себя создали, когда вы, вроде бы, и родители просто не хотите, а другой человек приехать не может. Вот. И, как бы, эта ситуация, она, действительно, грозит стать очень серьезной, потому что ее никак не разрешить. Вот. Поэтому, решение, все-таки, принять нужно, и это решение, оно не может быть в пользу родителей, там, если, все-таки, от них, от родителей вам нужно отдаляться, да? Вам нужно взрослеть, вам нужно становиться самостоятельно, и так далее. Вот. Но, меня больше всего интересует другой, другой, другой аспект, который связан с тем, что вы нашли, ну, что вы нашли молодого человека, который живет достаточно далеко от вас, да? И вот этот момент, он, на мой взгляд, достаточно важный, потому что, как бы, ну, вместе с тем фактом, что вы боитесь бросать родителей, не хотите бросать родителей, не можете этого сделать. То, что вы выбрали себе мужчину, который, ну, находится от вас на расстоянии, да, вот, то, что вы выбрали такого мужчину, это говорит о потенциально возможном запрете на отношениях. То есть, потенциально, возможно, имеет место быть запрет на создание, например, вашей собственной семьи, запрет на сближение с мужчинами и так далее. То есть, это позволяет нам сказать, что тот факт, что вы выбрали себе человека, который живет, ну, достаточно далеко от вас, на удалении от вас, да, не является случайным. Вот. То есть, вот это, вот, позволяет нам сказать, вот, об этом, об этом. И в таком случае нужно анализировать ваши детско-родительские отношения для того, чтобы понять, насколько вы являетесь, ну, зависимыми от родителей, да, и насколько, вот, вы самостоятельно принимаете свои решения. Потому что, ну, достаточно редко человек приходит в тот же интернет для знакомства, ну, от хорошей жизни, все с ним, для знакомства, для, там, устраивания отношений. То есть, одно дело, если это просто, там, друзья, как и друзья, да, там, какие-то единомышники, единомышники, да, далее, это общение, в принципе, оно, как бы, ну, вполне может быть, да. Вот. А другое дело, когда вы, вот, знакомитесь с кем-то, и так далее. Вот. То есть, вот тут тоже нужно такой момент исследовать. Ну, а общий посыл заключается в том, что вам нужно взрослеть, вам нужно личностно расти, в этом может помочь психолог-психолог, и отказываться от идеи о том, что всем можно угодить, и от идеи о том, что вы можете бросить своих родителей тем, что начнете жить своей жизнью. И, вот, если родители вас любят, то ни в коем случае это не является бросанием родителей, в этом случае это является естественным действием, действием взрослого человека, который, как бы, увидел, что он, как бы, повзрослел, что вы уже не девочка, и вы не можете находиться рядом со своими родителями. А, как бы, всю жизнь это нормально и естественно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам вот эту вот историю нужно принять. Ну, а если вы чего-то боитесь, либо если у вас есть чувство вины перед родителями, то с этим нужно работать. То есть, отчувствование, вас можно избавить, но только в ходе индивидуальной работы с вами, вот, и ни в коем случае, ни как иначе, ни как по другому. Там очень мало информации о вас, вот, а вопрос серьезный, чтобы мы все-таки не гадали, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.